Привет, друзья! Вы на канале Сурвагер и мы продолжаем проходить игрушку The Lockdark 4 эпизод. В прошлой серии мы добрались до дамбы. Вот так вот выглядит дамба. Вот такая вот конструкция, которая, по идее, должна вырабатывать электричество. Но учитывая то, что у нас здесь происходят разные катаклизмы, электричества, по идее, нет. Соответственно, и свет здесь не горит. Что же, пока я не двинулся дальше. Да, кстати, мы еще поговорили с незнакомкой, которая посоветовала нам разрушить все, что мы увидим, если найдем что-то похожее на выключатели, переключатели и прочее, чтобы донор остался за решеткой. Так, убирай бомбу. Давайте обыскивать здесь все, что найдем. Так, немного еды, немного топлива и кроссовки, а также топливо для фонаря, насколько я понял. Еще немного еды. Так, здесь вот шоколадка. Давай-ка я, наверное, зажгу фонарь, потому что ничего не видно. Ничего не видно, ничего не слышно. Ого, энергетический напиток. Это круто. Так, шоколадка. Забираем. Главное, ничего не пропустить здесь. Какой-нибудь дробовик, может быть, или что-то такое. Так. Да, кстати, вот так выглядит еще раз наша дамба. Уже при свете фонаря. Здесь ничего нету. Лыжные перчатки. Но это уже не рабочие. Это должны быть хорошие перчатки, теплые. И что у нас здесь? Так, ремонтный набор, это очень полезно. Картонные коробки. Так, это я заберу, но вначале я выключу фонарь. Так, хорошо. И, ребят, давайте, наверное, я отсюда все-таки уйду куда-нибудь, потому что здесь очень шумно и, ну, крайне неприятно. Поднимаем наш спальник. Тут я вроде бы все забрал. Пошли исследовать станцию. На всякий случай возьму в руки револьвер. Ну, потому что мало ли. Ничего-то не валяется. Идем дальше. О, тут метель. Так, мы зашли там. Прошли вот это вот здание. Вышли здесь. Дверь закрыта. Так, давай-ка я возьму фонарь, чтобы вы тоже видели, что происходит. Тут, конечно, очень холодно. Так. Здесь ничего нет. О, вот. Это у нас доски. Куча досок, на разбор которых уйдет часть 30. Сейчас я этого себе позволить не могу, потому что я замерзну к чертям. Так, тут ничего не работает. Ну что ж, заходим внутрь. Надеюсь, там никто на меня не нападет. Так, Джейс говорила про блокирующий механизм. Что же. Идем искать блокирующий механизм. Блин, какая же классная музыка. Музыка здесь классная. А вот некоторые моменты в игре вызывают вопросы. Например, куда делись все заключенные? Почему их осталось только три? Начальник тюрьмы говорил, что заключенные смяли охрану. А таинственная незнакомка сообщила, что заключенные потом расстреляли всех охранников и мирных жителей. Мы видели пока что только трех заключенных. Где все остальные? Почему мы их не видим? И не слышим их голоса, когда мы сидим в камере. И общаемся с этим самым... Ооо, тут кто-то выживал. Тут кто-то выживал, господа. Так, спальник еще один. Но мне спальник еще один не нужен. Я думаю, что его пока тут оставлю. Книгу заберем и наряд на работе. Читаем. Подготовительная смена номер 355. Персонал сообщает о случаях потери давления при подаче электроэнергии на внутренний контроль камер заключения. Особенно в изоляторах 4-7. Проверьте терморегуляцию в местах соединения паровых труб и на переключающих вентилях. И при необходимости запланируйте ремонтные работы. Ясно, понятно. Забираем записку. Так, что у нас здесь? Тут вроде бы... Ничего полезного я не вижу. Да, жаль. А могли бы быть хотя бы дровишки или уголь. Что это вообще за конструкции такие? Что это вообще за конструкции? И трубы ведут непонятно куда. Короче... Непонятная конструкция. Нужно растопить лед. Нужно растопить лед. Ну, типа... Не фонарем же, правильно? Я так подойду. И фонарем я его растопить не смогу. Ясно. Это работает не так. Ладно, убираем фонарь. Вероятно, вот этот вентиль... Клапан паровой трубы. То есть здесь у нас идет по трубам пар. Снизу. Давай, включай. Пошло давление. Ой, начинает плавиться лед. Вот так себе плавится, конечно. Пар идет. Ребят, электричества нету. Откуда берется пар? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ой, как тут темно. Черт подери. Так, тихо, подожди. Возьми фонарь. Так. Замерзло. Хотел персонаж зевнуть, но не получилось. Так, вижу еще один фонарь. Угу. И тут можно зажечь такой фонарь. Этот выключаем. Так, здесь у нас обогревающая бочка, бронзбойт. Я думаю, что я здесь и расположусь. Лагерем. Как-нибудь вот так вот. Фонарь. Это я подберу. Что, давайте обыскивать, что у нас тут есть. Так, хорошо. Так, куда ты? Блин, убери фонарь. К чертям. Так, еще топливо для фонаря. Труд. Замечательно. А что у меня по воде, кстати? По воде у меня литр 58. Пока что хватит. Пока что этого хватит. Здесь у нас уголь и бронзбойт. Угу. А, так. Так, так, так. Давайте-ка я, наверное, исследую территорию. А, у меня перевес. Подожди-ка. С перевесом ходить не лучший вариант. Давай-ка, наверное, вот этот фонарь. Эм, действия... Нет. Ладно. Бросить. Поставим его здесь. Что еще у меня там? И все еще перевес. Что мне дает перевес? Колоссальный. Так, нужно с вещами разобраться будет сейчас. Но вначале я исследую все, что здесь возможно и доступно. А потом буду разбираться с вещами. И, кстати, нужно починить... Заточить топор. У меня две точилки есть. Две точилки и, по-моему, даже один комплект для чистки оружия. И я думаю, я его потрачу на револьвер. Револьвер полезная штука. Из этого можно сделать бинтики. Короче, выкидывать пока что нечего. Ну, разве что воду. Разве что воду выкинем. Поставим ее где-то вот здесь вот. Чтобы не потерялась. И будем по мере необходимости пить. Я думаю, мы тут надолго. Угу. Хорошо. Так, вот так. Но все равно у меня перевес. Наверное, потому что я хочу спать. Нет, 36. Обычно у меня 35. Плюс 5 за то, что я постоянно ем. Так. Что? Что такого тяжелого? Так, труд, книги. Можно выложить, наверное, книги. Один килограмм. Чего? Две книги, один килограмм. Ничего себе книги у нас тут. Здоровенные какие. Бросить. И труд я тоже выложу. Бросить все. Че там? 35.06. Это тоже бросаем. Так, что еще такого бесполезного? То, что я сейчас не буду использовать. Не знаю. Можно будет поесть. Давай-ка, наверное, использовать. И поставим вот так вот сюда кастрюльку. Все. Риск растяжения прошел. Хорошо. Хорошо. Давайте пойдем исследовать территорию. Я возьму фонарь в руки, опять же. Тут пока светло. Что мы тут видим? Замерзшие клапана. Так. Их дергать нельзя. Клапан паровой трубы. Замерзло. Ага. Загадка. Ясно. Что у нас здесь? Мне нужно туда попасть. Мне нужно сюда попасть, получается. Для этого нужно открыть вот этот вот вентиль. Ясно. Так. Полезные штуки. Зажигаем фонарь. Так, хорошо. Комната. Контрольная комната. Комната управления. Вот так вот это переводится. Тут мы исследовали все. Также, наверное, придется попасть и туда вон. Но, опять же, нужно будет разморозить этот вентиль. Судя по всему. Замерзшие трубы. Так. Ящичек. Что у нас здесь? Бинты. Поношенная худи. Блин. Я даже не знаю. Лучше она хуже дрова. Еще дрова? Еще дрова. Замечательно. Что здесь? Пройду. О, да. Так. Уголь. Уголь мне пригодится. И что мы видим здесь? Новая шерстяная рубашка. Это просто... И патроны. И антибиотики. Это просто бимба, ребята. Это просто бимба. Посмотрите на манометры, чтобы увидеть давление пара для каждой трубы. Ну, сейчас мы к этой загадке вернемся. Вырубай фонарь. По-моему, обследовали мы все, что здесь только возможно. Хотя нет, подожди. Подожди-ка. Или вроде бы все. Да, вроде бы все. Ладно, фонарь мне пока что не пригодится. Его можно также поставить где-то... Где-то здесь вот. Надеюсь, он не пропадет. Окей. Окей. Так, ящики мы обыскали. Давайте-ка, наверное, займусь вещами. Я подремонтирую вещи. Поменяю те, которые... Так, давайте-ка я вначале поменяю вещи. Надену те, которые, возможно, лучше. Так, для шапки ничего нету. Для шарфа замены нету. Здесь у нас только ветровка на замену. Но ее носить не буду. Дальше. Свитер 0.5 и худи. Худи 68. Вряд ли будет лучше свитера. Защита от промокания та же водостойкость. И охрененная рубашка плюс 0.9. Так, секундочку. А это что? Рубашка McKenzie плюс 0.5. Давайте рубашку поменяем на рубашку. Вот так вот носить. А свитер поменяем на что? Надо будет отремонтировать худи. Посмотреть, что оно из себя представляет. И, возможно, худи поменять или на рубашку, или на что-то. 99. 99. То есть, по идее, худи будет такое же, как и, например, свитер. Нужно будет отремонтировать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас куча перчаток. Но вот эти вот при половине прочности выглядят примерно так же, как эти. То есть, перчатки нужно будет отремонтировать и посмотреть, что они из себя представляют. Потому пока что носить. Это мы тоже отремонтируем. И здесь у нас штаны. Тут простые джинсы. Попробуем поменять вот на вот эти вот потрепанные штаны карго. Они уже, даже в таком состоянии, гораздо лучше, чем джинсы. Потому носить. На это замены нету. Здесь у нас приличные альпинистские носки. Они крутые. Здесь у нас спортивные носки. Меняем на шерстяные. Их мы тоже отремонтируем. По поводу ботинок. По поводу ботинок. Кроссовки мы разберем. Ботинки. Так, 30% здесь от влаги защита. А здесь очень теплые ботинки. Короче говоря, их нужно будет отремонтировать. И, возможно, будем менять ботинки в зависимости от ситуации. Посмотрим. Так, ребят. Ну, а сейчас я прервусь. Отремонтирую все. И вернусь уже, когда закончу с этим. Так, ребят. Я вернулся. Я отремонтировал абсолютно все. Вот у нас шапка. Шарфик 100%. Худи пришлось разобрать. Потому что он хуже, даже чем... Свитер МакКинзи. Рубашку я натянул. Остальное все поразбирал. Рукавички, кстати, тоже нужно будет поразбирать сейчас. Извините. Забыл. Эти рукавицы мне уже не понадобятся совершенно. Потому что те лыжные рукавицы, они прям гораздо-гораздо лучше, чем все остальное. Поэтому это тоже разбираем. Это тоже разберем. Что-то я забыл это сделать. Так, и вот... Да, да. Рукавицы эти тоже разбираем. Надеюсь, со мной ничего не произойдет. Никто их не подерет. И мне новые рукавицы не понадобятся. Про запас ничего оставлять не будем. Так, рукавицы. Дальше вот эту штуку я отремонтировал. Шерстяная повязка. Штаны. Тут нормально, как бы, штаны карго оказались лучше, чем джинсы. Я их тоже отремонтировал, джинсы разобрал. Это у нас тут 92, есть 100%. Носки подремонтировал, заменил спортивные на шерстяные. И ботинки я надел рабочие. А вот ботинки Маккензи, я думаю, что их стоит разобрать. Они легче и лучше защищают от влаги, но в остальном они гораздо хуже. Потому я их тоже разберу, чтобы не таскать с собой лишний вес. Собираем. Надеюсь, я об этом не пожалею. И персонаж уже хочет спать. Ужасно хочет спать. Ну что же, давайте тогда поспим. Давай поспим. Я думаю, что придется спать 12 часов. Иначе мы не выспимся. Сейчас там жажда будет, конечно, жесткая. Но да ладно. Надеюсь, от жажды во сне не умру. Раньше можно было умереть от жажды во сне, насколько я помню. Ух ты ж, черт. Давай, пей. В смысле? У меня нет воды. А, подожди, вода. Есть у меня вода. Все нормально. Так, и немножко подъедим сразу, потому что, ну, как бы... Собачьего корма. Бахнем. Чтобы хоть как-то восстановить то, что у нас потратилось. Давай, давай, давай. Вот, замечательно. Теперь пьем эту воду. Так, что-то у меня по воде. Еще пол-литра. Пока что не стоит париться. А вот, по идее, надо бы, наверное, поесть. Давай, есть по полной программе. Так, и... Что у нас тут? Вот тут 21% еще один шоколадный батончик. Как они портятся здесь, я не знаю. Так, кастрюльку я поставил. Давайте, наверное, разожжем наш бронзбойт в книге. Давай, бери. И поставим делаться воду, потому что воды у меня прям совсем нету. Давай-ка выберем книгу. И разжигаем. Так, готово. С первого раза. Слушайте, с первого раза. 15 минут. Я, наверное, буду использовать уголь. Ну, потому что... Уголь я с собой таскать точно не буду. Давай-ка. На три часа добавили угля. И давай сразу же ставим водичку. Топить снег. Два литра. Сразу. Делаем. Хорошо. Хорошо. И дровишки тут у меня лишние были. Я, наверное, их скину где-то здесь вот. Так, вот это вот бросить. И вот это вот тоже бросить. Все. Замечательно. У меня по-прежнему перевес. Почему? Почему мне перевес? Типа... Из-за чего? Так. Вот набор, который я уже использовал, он мне не нужен. Где он? Вот этот набор. Я не знаю, куда... А! Он пропадает. Все. Понял. Так, и пока я здесь, пока я жду, пока закипит вода, давайте, наверное, еще починю топорик. Починю топорик. Так, где у меня топор? Да, мне нужно еще почистить оружие и починить топорик. Так что... Вернусь, когда починю топорик. То есть, почти... А, блин. Почищу оружие и починю топорик. Итак, друзья, я почистил револьвер, на него ушел весь набор, и то я его даже не до конца дочистил. В итоге у меня есть револьвер. Хороший. Хорошее более-менее ружье. И... Также полностью заточенный топор на 100%. Точилки, кстати, хватило... Нормально. И еще одна запасная есть. Ну что же, давайте тогда теперь... Я, наверное, возьму какой-нибудь фонарь. Потому что он пригодится. И... Я там еще и воды накипятил. Так что воду нужно, наверное, скинуть лишнюю. Где у меня вода? Вот. Два литра. Бросить. Все. Хорошо. И еще кофеечко себе сварил. Ну, это такое. Так, давай-ка фонарь в зубы или в руки. И начнем исследовать эту часть. Мне нужно, насколько я понял, пооткрывать все эти вентили, чтобы их... Вообще их нужно разморозить, пооткрывать. Давайте изучать эту систему. Так, клапан паровой трубы. Это клапан вот этот замерзший. Надо, чтобы вода пошла куда-то туда. А она идет, получается, отсюда вверх, но она не разогревает. Тут немножко воды есть. Почему она не разогревает, непонятно. Наверное, чтобы разогрелся клапан, нужно с двух сторон подать воду. Так, подожди-ка. Здесь я ничего, наверное, сделать не смогу. Потому что здесь все клапаны замерзшие и... Костер под ними разводить, что ли. Так, мы видели там в другой стороне клапаны. Может быть, стоит начать с них. Кстати, может быть, отсюда пойдет водичка туда и там что-то разморозится. Сейчас посмотрим. Итак. Тут у нас есть вода. И тут стравливается давление. То есть не вода, а пар. И тут стравливается давление. Опять же, напишите в комментариях все-таки, откуда берется пар в мире, где не работает электричество. Каким образом нагревается вода. Так, знаете что? Здесь у нас замерзшее. Давайте перекрываем этот клапан. Таким образом мы перекрываем это место. Тут давление падает и вода идет вот сюда. Вот, да? Да, размораживается клапан. Здесь у нас... Давление что? Давай-ка. Да, давление хорошее. Значит, дальше клапан паровой трубы. Я думаю, что его стоит открыть. Мы его разморозили как бы не просто же так. Открываем. Так, что у нас происходит? Водичка пошла отсюда. То есть пар. И пошел сюда. И разморозил два клапана. Здесь у нас стравливается давление. Это не очень хорошо, наверное. Мне нужно разморозить вот этот. Потому этот клапан закрываем сейчас. Давай вот так вот. И открываем вот этот. В итоге пар пойдет по верхней трубе. Да? Да, пошел. Так, здесь у нас закрыто, да? Ну что же, открываем тогда. Открываем этот клапан. Размораживаем этот. Хорошо, тут давление пошло. Здесь у нас тоже клапан разморозился. И дальше открываем эту трубу. Вот так вот. И... Блин, давления нету. Давления не хватает, чтобы разморозить трубу. Это печально. А все почему? Потому что у нас пар идет вот так вот через трубы. И тут давление теряется, да? Я правильно понимаю? Если я закрою... Что не судьба? Подожди. Что не судьба? А, не судьба все унести. Закрываем... То есть открываем этот клапан. И закрываем вот этот, наверное. Зачем мне вверх пускать пар? Если можно пустить его напрямую, да? Вот так вот. Да, давление пошло. Труба размораживается. Круто. Все мы сделали правильно. Здесь закрывать даже не обязательно. Тут хорошее давление, хорошее. В целом везде хорошее давление. Все. Здесь, по-моему, закончили. И теперь... Макинзи, перестань ныть. И теперь, я думаю, что нужно дернуть вот этот вот клапан. Давай. Пошло дело. Так, ну только половина давления. Нужно 100%. Следующий клапан вот этот вот. И он у нас идет... Труба заканчивается. Так. У нас еще две замерзшие трубы. Вот эти вот. Так, куда у нас идет пар? Я хочу дропить что-то. Надо что-то оставить. Макинзи, перестань ныть. Блин. Он же ж меня не оставит в покое. Нужно что-то скинуть. А что я могу скинуть еще, чтобы ты не ныл? Так. Ну, блин, я могу банки скинуть. Например. Давай скину в ящик банки. Скину банки в ящик. Так. Что там? 31.00. Банки так-то по 0.15 всего весят. Что еще можно скинуть в ящик? Так. Чтобы потом не забыть. Давай вот это вот я, в принципе, не так уж и жалко. 30-36. Может быть бинты сделать из мха? И это... Нет, они не такие тяжелые. Что еще такого не жалко? Если забуду, чтобы было не жалко, что можно скинуть? Фаер я постоянно нахожу, да? Надеюсь, не забуду. Вот так. Все. Теперь Маккензи не ной. Так. У нас труба идет вот оттуда. Идет труба, труба, труба. Горячий воздух. Давай-ка я включу фонарь, чтобы вы тоже видели. Мы запустили пар по этой трубе. Она идет вот здесь вот и... Кстати, дверь... Нет, пока еще не разморозили. Здесь, здесь. И она приходит в эту систему. В эту систему и здесь уже надо, значит, открыть этот паровой клапан. И начать размораживать эту систему. Так, размораживается. Два клапана размерзли. Кстати, если мы пойдем сюда, вода пойдет, то есть пар пойдет сюда. Каким-то образом он уйдет вверх, сюда. И вернется по этой трубе. Ай! А пар-то! Так. По этой трубе вернется к нашему вот тому устройству. Что оно делает? Перераспределяет пар, наверное. Значит так, давайте тогда заниматься этой конструкцией. Тут у нас размерзся. Размерлась штука. Здесь у нас клапан закрыт, потому нужно разморозить вот эту штуку. Давай, открывай. Размораживай. Так, пошло давление. Хорошо. Но почему-то не разморозилась эта штука. А почему? А что не так? Давай закрою это. Пущу пар вниз. А, типа пар идет вот так вот вверх. Ага. То есть пар такая штука, которая идет вверх, а на вниз идет только под давлением. Я тебя понял, значит здесь это закрываем тогда получается. Чтобы направить давление вниз. То есть вот так вот пар идет оттуда, сюда. Здесь он сюда такой хоп-хоп, нет, и идет вниз. Размораживает у нас этот клапан, который сейчас закрыт. Открываем. Так, пар идет сюда такой, идет, идет такой хоп-хоп, размораживает трубу. И здесь у нас опять же развилка. Здесь у нас открыто. Мне нужно разморозить эту штуку, чтобы разморозить дальше проход. Значит здесь закрываем. Пар идет вот так вот вверх, размораживает вот эту часть. Так, и теперь мы с помощью этого клапана разморозим вот эту часть. Давай. Так, размораживается. Так, ну как-то слишком получается замудренный такой проход, да? Я думаю, что правильнее будет пустить вот так вот. Потому здесь мы разморозили, закрываем обратно. Это нам уже не пригодится. Надеюсь, оно сейчас заново не замерзнет. И открываем вот этот клапан. Так. Открыли. Пошло давление. Подожди, не размораживается. Так, секундочку. Открывай. Заново. Закроем чуть попозже. Да, все размерзлось. Хорошо, теперь точно закрываем. Нафиг. Это мне уже не пригодится часть, потому что туда куда-то пар уходить может. А мне это не надо. Так, а почему давления нету? Подожди. Подожди. Подожди, я вроде бы как закрываю и должно сохраняться давление. Оно не сохраняется. А если открыть? А если открыть, давление сохраняется. Так, ну мне давление сюда не надо. Так. Да вот тут бы перемычки не помешало бы, но я что-то пока что не понимаю, как это работает. Мне нужно что-то сделать, чтобы... Давай это закроем тогда. Это закроем. Здесь давление повышается. И размораживаем клапан. И получается, что пар у нас идет вот так вот. Вот так. Потом... Потом он уходит наверх. Это я тоже, наверное, закрою. Это я тоже закрою. Здесь мы повышаем давление. Идет у нас пар вверх. Идет сюда, сюда. И здесь открываем клапан. Так. И давление вроде бы до 100%. Замечательно. Труба размораживается. Я же правильно понимаю? Да, труба полностью разморозилась. Тут ничего не поменялось? Нет. Тут все еще... Все еще замерзшее. Так. Труба разморозилась. Разморозилась. Она идет вот туда. Осторожно, пар. Ай-то вы достаете? Больно. Так. И здесь у нас эта труба приходит сюда. И тут можно открыть вот этот клапан. Давай. Открывай. Пар пошел. Так. 100%. Крутяк. Что теперь? Что теперь? Здесь у нас ничего не было? Поля... Нет. Там... Подожди. Да. Тут мы все забрали. Тут мы все забрали. Ладно. Фонарь вырубаем. Экономим топливо. Тут у нас все работает. Теперь нужно идти... У нас получается средняя труба размерзлась и она ведет вон туда. Так. Осторожно. Проходим в приседе под паром. Здоровья терять не хотелось бы. Так. Окей. Хорошо. Здесь у нас получается вот эта труба размерзлась. Вот эта вот труба размерзлась и мы можем запустить вот этот вот клапан. Надеюсь, сработает. О да! Похоже, работает. Открылась дверь. Надеюсь, там врагов нету. Я на всякий случай возьму пистолет. Сейчас проверим эту территорию. Да нет, тут врагов вроде бы нету. И там я что-то видел. Что-то вроде досточки, да? Так, персонаж хочет пить. Тихо-тихо-тихо, досточку подбери. И давайте попьем воды. А, нету у меня воды. Чтобы попить воды, нужно вернуться. Вырубаем. Воды я тоже накипятил, пока ремонтировал, очистил оружие. Там, точил топоры. И мечи. Воды я тоже накипятил. Так, есть я пока что особо не хочу. Идем исследовать ту часть. Включаем фонарь. Топливо у меня, в принципе, есть. Единственное, что фонарь портится. Но на этот случай у меня есть запасной. Так, еще дрова. Еще дрова и еще дрова. И здесь у нас тоже бронзбойд. Но сюда я, наверное, переезжать не буду. Потому что слишком близко. Мне совершенно не лень побегать. Рабочие перчатки. Тяжелые кожаные. Короче, с них мы возьмем кожу. Так, что у нас здесь? Леска для рыбалки. Простые инструменты. Спички. Потрепанные джинсы. И здесь у нас набор для чистки огнестрельного оружия. То есть я смогу еще почистить Смогу почистить даже еще и ружье. Так, ну и фаеры. И, конечно же, фаеры. Так, сейчас нужно будет вернуться обратно. Выложить лишнее. Например, топливо. Почистить ружье. И потом будем исследовать эту территорию. Все, 100% револьвер. И у нас есть ремонтный набор, который для изготовления и починки. Я, насколько я помню, с помощью него можно чинить фонари. Давайте посмотрим, какое у нас лучшего качества. Его и починим. Так, чиним вот этот. Действие. Ремонт. Да, у нас есть и металлолом, и, собственно, ремонтный набор. Потому чиним фонарь. Что не так? Что металлолом? Неудачно. Давай тогда этот фонарь разберем. Мне два фонаря не надо. Один мы сейчас починим за счет первого. Давай. Действие. Ремонт. Подожди. А давай-ка я ближе к свету стану. Может быть, в этом дело было, что без света это было. Я просто взял и поломал все. Давай-ка, ремонтируй. Ну. Удачно. 87%. Ну что же. Ну что же. Заправляем тогда. И лишнее топливо нужно скинуть. У меня 5 литров топлива в рюкзаке. Это не дело. Это прям не дело. Кстати, что-то делают дровишки. Дровишки у меня все должны быть в одном месте. Порядок должен быть в библиотеке. Так, топливо. Где у меня топливо было? Где же было топливо? Вот оно, топливо. Но у меня там 5 литров было. Куда? А, вот еще вот это вот. Килограмм. Полтора кило топлива у меня с собой. Блин, ну выкладывать я его, наверное, не хочу, потому что я потом его забуду. А сюда я могу не вернуться. Даже не знаю. Можно поесть чего-нибудь. Быть и таким образом освободить часть. Но шоколадка вряд ли спасет положение. Батончик. Вот, 60%. Так, и... Ну давай ешь. Давай ешь. Делать нечего. Есть в принципе. В целом, так-то, выбора особо нет. И запьем водичкой. Так, хорошо, но у меня по-прежнему перевеса, и что с этим делать, я не знаю. Давай-ка, наверное, скину пока временно, может быть, ремонтный набор килограмм весит. Но я его оставлять не буду. Я его оставлять не буду, я его поставлю здесь, чтобы не забыть. И, конечно же, забуду. И топливо я тоже заберу на базу. Обязательно. Так, водичка пусть идет сюда. Все, идем дальше исследовать. А у меня опять по-прежнему перевес. Да что ж такое-то? Какого черта? Я спать хочу, что ли? Видимо, из-за того, что я спать хочу. Ладно. Забьем на перевес. Бесит, конечно. Ну ладно. Так. Судя по всему, если это открыто, это нужно закрыть, да? Давайте закроем. Закроем, поднимается давление, куда-то что-то уходит. По трубам по каким-то, не знаю. Сложно сказать, что куда уходит. Пойдемте поищем, что и куда пошло. Тут куча труп, пойди в них разберись. Здесь я был? Да, здесь я все обыскал. Что-то тяжеловато. Бакинзи, не ной. Вот не ной, вот не надо. Не надо ныть. Так, зажигаем фонарь. Здесь... Нужно присесть, чтобы пройти. Так. Судя по звуку, здесь идет у нас пар. И труба прям аж шевелится. Она прям раскалена. Твою мать. Судя по всему, я должен закрыть вот этот вентиль. А что такое? Я же присел. Нечестно. Рыбай фонарь. И давай... А сейчас я под паром не получаю урона, да? Игра. Ты, по-моему, меня тут обманываешь как-то. Что-то я куда-то открыл. Кстати, ребят, я заметил, иногда персонаж может идти куда-то перемещаться, когда включает фонарь. И то же самое, наверное, было и с револьвером. Маккензи, не нои. Не так уж тебе и тяжело. Прекращай. Так, что у нас здесь? Штанычка? Полезная? Ну, более-менее. Более-менее полезная. Так, топливо я, наверное, не экономлю, потому что у меня его дохренища. Так. И мы вернулись туда, куда... Короче говоря... Зашли мы здесь, вернулись там. То есть, эту часть прохода мы исследовали. Дрова. И еще дрова. Ладно. Забьем, опять же, наперевес. Зажигай. Не исследовали мы только вот эту вот часть. Ну что ж, пошли внутрь. Надеюсь, тут нету волков. Или крыс огромных. Хотя, по идее, тут тепло и развестись могло что угодно. Даже крокодила, я думаю. Нет. Тут-то лед видно. Для крокодилов было бы холодно. Так, и куда же я выйду по этому... Проходу? Тихо-тихо-тихо-тихо. Это было страшно. Так, фонарь. Зажигай. Ничего не валяется полезного. Дробовик, например. И еще простые инструменты. Да что ж ты будешь делать? Игра, что ты со мной делаешь? Перчатки разберем. Спички пригодятся. Так, еще фаер. Что еще? Молот. Ну, я бы взял. Может быть разбить... Нет. Разбить я почему-то не могу. Этот замок... Я думаю, что клапан закрыт. Нужно открыть его. Что-то это даст. Не зря же мы сюда пришли. Открываю клапан и... Получается, вода пошла вниз, что ли? Дверь не открылась. Короткий путь не дали. Что, придется идти прям вот так вот, что ли? Так, подожди-ка, секундочку. Инструменты. Молот. Действия. Ремонт собрать. Я не могу его использовать. И ломик не могу использовать. Чего, вот так вот прям брать и идти обратно? Серьезно? Да блин. Долго ли, коротко ли шел он по узкому проходу на приседе? Тихо. Так. Еще дрова. Подожди, они спавнятся, что ли? Мне выход... Подожди, выход где? Выход вот здесь вот. Пойду отнесу дрова. Да, да, да. Действительно спать уже хочется, да. Так, скидывай дрова и не балуйся. Топливо... Так, 35 из 29. Маккензи, терпи. Слушай, а если я... Эм... Нет, не хочу это использовать. Не хочу. Так. Что там должно было поменяться, да? Я пооткрывал какие-то вентили. По идее... По идее... Где-то... Может быть, разморозился... Подожди, дрова вы что, спавнитесь здесь, что ли? Или я их сразу не заметил? Тут дров просто уйма. Давай, бросить. Так, ну, я фонарь выключу, потому что это уже расточительство. Вы мне этого не простите. А да, труба разморозилась. Ну, как... Я должен был это догадаться, что там под землей труба ушла под землю. Здесь она вышла из-под земли и разморозилась. Но не знаю. Так, и чё? А, и вон чё? А, да? Да, вот так? Да. Хорошо. На всякий случай. Мало ли чё. Тук-тук, мазафака? Так, тут никого нету. Вот это устройство. Вот это мать его устройство. Будем его разбивать. Давай, круши, ломай! Ломать не строить. Всё, донор, хрен ты выберешься из своего заточения. Вы знаете, как умный человек, я бы, наверное, не стал бить молотом по конструкции, которая находится под давлением горячего пара. Потому я не совсем могу определить, насколько умён Маккензи. Короче, я раздавил, я разбомбил, разрушил вот эту вот конструкцию, которая издавала странные звуки. Тут, скорее всего, был механизм, который чё-то там стучал, крутился. Теперь он не стучит и не крутится. И, следовательно, донер не сможет выбраться из своего заточения. Открыть дверь. И куда мы открыли проход? Куда же он выведет? У нас, кстати, задание какое. Вернитесь в чёрный камень. То есть к бандюкам нужно вернуться. Ясно. Что у нас здесь? Валяется что-то? Ничего не валяется. Да, чё-то как-то вообще пусто. Чё за звуки? Ключ от тюремного шкафа номер 8. И спички, и спички. А шкаф этот находится... Там, в медпункте, где-то. Ладно. Так, нужно спальник будет забрать, сходить. Покинуть пропарочные тоннели. Так, а ну-ка. Надеюсь, я смогу вернуться. Знакомое место. Так, обратно. Пойду, короче, заберу все вещи и перетащу на базу. На базе они мне больше пригодятся. Далеко, правда, бежать, но я думаю, что я вынесу это всё. Вещи, топливо, дрова. Всё заберу. А перед этим, наверное, я посплю, чтобы лучше было не стены. Чтоб сил было больше. Потому что Маккензи всё-таки устал. Подожди, я же это сломал. Какого чёрта опять... Опять этот звук? Игра? Ну что такое? Ну как так-то? Ну я же сломал конструкцию. Чё за дела? Так, ребят, давайте я, наверное, здесь посплю. Потому что нести мне очень много всего надо. Пьём водичку. Нет у меня водички. Так, давай-ка. Говорю, пьём водичку. Хорошо. Так, и, наверное, стоит что-то поесть. Возможно, вот это вот. 41%. И давай-ка съедим ещё шоколадку. 75%. Вот так. И теперь ложимся спать. Ложимся спать. Я думаю, что часов на 8. Мне этого должно хватить. Не хватит? Тогда доспим. Что делать? Так, ну немножко не доспал. Ну, да ладно. Немножко не доспал. Это не страшно. Что, забираем книгу. В первую очередь спальник. Обязательно. Поднимаем. Это мне всё пригодится. Наверное. Не уверен. Но возможно так. Уголь тоже заберём. Так, у меня уже перевес. У меня уже перевес на сколько? 44 из 30. Будем набирать. А, я уже медленно хожу. Нет, подожди. Так дело не пойдёт. Так дело не пойдёт. Короче, ребят, я, наверное, на паузе перенесу все вещи, которые могу отсюда. Да, блин, прям такой перевес жёсткий. Жёсткий-жёсткий перевес. Давай-ка дрова, наверное. Чё там по перевесу? 35. На паузе перенесу все эти вещи на базу. Ну и потом к вам вернусь. Так, друзья. В общем, я всё перенёс на базу. Даже поразмещал, пораспределял. Навёл немножко порядок. Здесь у меня были куча дров и всякого труда для распалки. Я его перенёс в ящик, который находится у нас вот здесь вот. Такое вот хранилище, в котором можно хранить всякое. Я думаю, что это адекватно. И дальше мне нужно опять же снять с себя все вещи. Снять с себя все вещи, чтобы идти уже обратно в тюрьму. Потому давайте скидываем... Так, значит, вот это вот всё убрать в этот самый, в инвентарь. Вот это вот тоже убрать. Вещи сейчас тоже скинем. Еду и прочее тоже сюда. Дальше инструменты. Тут всё абсолютно... Ну, разве что вот это вот. Вот это вот я поставлю вот сюда. На верхней кастрюлю я буду с собой брать. Кастрюлю я буду брать с собой. Значит, инструменты все убираем сюда. И здесь у меня ничего нету. Ничего, ничего, ничего. И одежду тоже придётся снять. Куда её? Ящика. Тут бы ящик использовать для одежды. Ладно. Не поместится всё. Так, носки, армейские штаны, лыжная куртка, перчатки. Рабочие ботинки. Свитер Маккензи оставляем. Кстати, вот эту вот штуку можно будет разобрать. Но потом. Тёплые шмотки всякие. Вот это вот всё, что я нашёл. Шевестяная рубашка, шарф, носки опять же. Шинель уже не помещается. Шинель не помещается, значит, положим её где-то здесь вот. Так, шинель. Бросить и штаны бросить. Вот так вот пусть и валяется. Всё. Я, получается, гол как сокол. С меня гладкие взятки, взятки гладкие. Ничего с меня эти бандиты взять не смогут. Фонарь берём, выключаем и ставим обратно. Поставь. Всё. Идём, значит, к бандюкам. Сообщим, что мы нашли уже поломанную котельную, котельную, в которой всё было поломано, и мы не смогли вернуть электричество. Ты ещё жив? Чёрт. Кажется, я проспорил. Ну, что, выполнил поручение Мэттиса? Я добрался до электростанции. Это место не зря заброшено. Я не нашёл способа восстановить подачу электричества. Лоха. Мэттису это не понравится. Что ж, пёсик, возвращайся в клетку. Несколько часов спустя. Эй, ты очнулся? Да я очнулся, а ты, дружище, давай остановимся обратно. Да, я тут. Повезло с электростанцией? Если под везением понимать то, что мне не удалось восстановить электричество, то да, будем считать, что мне повезло. Вы встретились, да? Я про того человека, который срывает Мэттису планы? Не совсем. Но мы снова говорили по телефону. Я не знаю, кто это, но уж точно не кумир донора. Тогда мы должны делать всё, что ему нужно, чтобы ему помочь. Ладно, но что дальше? Просто делай то же, что и раньше. Надо найти способ замедлить Мэттиса. Это сложно сделать когда-то за решёткой. Может быть. Скорее назад. Так, так. Поглядите, что нашли мои ребята, когда исследовали старый участок тюрьмы. Кто-то сильно пытается меня поиметь. Кто-то, кто знает о тюрьме больше, чем следовало бы. Кто-то точно знает, что сломает, чтобы мы не смогли попасть в одиночную камеру. Пилот, ты что-нибудь знаешь об этом? Понятия не имею, о чём-то. Конечно, я так и думал. Тут кто-то сделал, сильно рисковал и приложил немало усилий. Но всё было зря. Мы нашли другой способ выйти туда. Охрененный ключ, который откроет двери в одиночку. Это ключ от любой двери. Называется динамит. Чёрт подери. Развитие мало того, что ты уже сделал с моей тюрьмой. Закрой рот. С тобой разберусь позже. Слушай, пилот, тебе снова пора за работу. Что теперь? Детонаторы. Без них у нас ни черта не выйдет с динамитом. И раз уж динамит оказался в одном из гаражей, значит и детонаторы тоже должны быть где-то поблизости. Вот только мы их почему-то не нашли. Так что я, наверное, ещё побеседую пару часиков с моим дружком начальником, чтобы выяснить, где они. Да и главное сиди тихо. Я скажу, когда закончу. Можешь прикрыть уши. Нет, погоди, Мэтис. Это не обязательно. Перестань, начальник. Не лишай меня удовольствия. Детонаторы. Динамит старый. Мы держали его на складах, потому что не знали, как безопасно отправить его на материк. Какая милая байка. Постой, постой! Я знаю, где их можно найти. Я слушаю. В старой шахте в холмах прямо над тюрьмой. Из-за землетрясений работать там стало небезопасно, поэтому её закрыли, а почти всё снаряжение бросили внутри. Я думаю, детонаторы ещё там. Интересно. Ты его слышал? Отправляйся. Давай, пёсик, тебе пора прогуляться. Ой! Постой! Мэтис, оставь её в покое. Я это сделаю, я вернусь быстро. Лучше поторопись, пилот. Думаю, Мэтис хочет выпустить пар. Стой, Мэтис! Глава третья. Детонаторы. Так, друзья, на этом мы на сегодня закончим эту серию. В следующей серии мы пойдём уже искать детонаторы. Сейчас я доберусь до моей базы. Потому что очень холодно. Надену шмотки. Так, а шмотки у меня где? Шмотки у меня здесь. Давай, надевай. Вот это, вот это, это всё. Блин, сколько же шмотки на себе носит Маккензи. Это просто жесть какая-то. И всё надето, абсолютно всё надето. Это прям какая-то капуста. Так, что-то ещё сюда клал, да? Мне может понадобиться, не знаю, вот это вот. Подожди, подожди. спички. спички. Откуда у меня шесть спичек? А, мне дали шесть спичек? Ну, ладно. Спасибо, ребятки, но у меня свои есть. Так, Я возьму, наверное, всё-таки вот это вот. Несколько штук. А что ещё я возьму? бинты обязательно. Так, обезболивающее тоже возьму. И антибиотики не знаю зачем, но одну штучку, наверное, возьму. Из одежды я всё забрал. Здесь еда. Забираю то, что осталось. Кофеёчек и прочее. и ломик. Консервный нож, кастрюля однозначно. Разные пугачи, патроны точно. Все эти тоже забираем для винтовки. Револьвер и возьму винтовку. Ракету я брать, наверное, не буду. Дальше что? Дальше что? Давай топор берём. и вот эти штуки точно возьму, потому что волки, вы понимаете, всё такое. Ракетницы тоже, наверное, стоит фаеры взять хотя бы пять штук. 22 из 30. 22 из 30 и я думаю, что мне стоит взять спальник, наверное. Придётся взять. И вот стоит ли брать фонарь я пока что не знаю. Пока что не знаю, он тяжёлый, 23. В целом можно взять. В целом можно взять. Всё, ребят, на этом на сегодня всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Увидимся в следующей серии. Ещё раз спасибо за внимание. Вы были на канале Surwager. Всем удачки и всем пока! Субтитры